А че че? Корейское жерне. Морковочка. Казан. Это баран. Граница в крови. Мммм. Вот это очень вкусная тема. Называется сузьма. Здесь у нас варенье с дыкой, манты и пельмешки. Карамельский зуб. Хану мэр. Это все нам. Это съедобный камень? В общем, мы заказали все меню. Мы его среди стадия. Мы приехали есть плов. В Ташкенте можно увидеть вот такую продажу продовольствия. Покушал, понадобал мыльные пузыри. Мы пришли в место, которое называется центр плова. И это реально центр плова. Столько плова я в жизни не видел, сколько в одном месте. Вот здесь готовится плов. То есть вы понимаете, что здесь в обед готовится тонна плова. И это первый казан. А их здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Я не знаю, сколько здесь плова готовится, ребята. Это кайф. Обожаю плов. Но есть одна опасность такого казана. Можно перепутать, прийти на обед. О, хорошо. Погрейсь. И все. И пойдешь на плов. Илюха, какой стол выбираешь? Так, у нас есть два стола на одном, таки точеные. Я думаю... Подожди, мы же 85 должны съесть. Я же говорю 85, я ему тоже говорю, намекаю, говорю 85. Почему? Вот почему. Вот почему. Понятно. Потому что Илюх потолстел. Ну что, потолстелушка? Я же это шутка, Илюх. Ты не потолстел, ты худой. Ты красивый? Очень красивый. Пишите в комментариях комплименты, Илюх. А так? Да. Какой? 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 Полный комплект? Мясо двойной или обычный? Обычно все нормальные. Да. Двойной скупейки. Какой? Салат соленый. Какой? Какой? Салат соленый. Какой? Какой? Салат соленый не надо. А соленый не надо? Нет. А чуть-чуть 5. А чуть-чуть. А чуть-чуть это что? Это салат. По чуть-чуть правильно говорить. По чуть-чуть. Давайте закажем по чуть-чуть. А это что? Помидоры с луком. Помидоры с луком здесь. Блин. Твой любимый. Что-то будет гранатовый сок? Ребята, плов. Это просто нечто. Блин. А из немалых сториз? Ну что, готов проиграть последнюю футболку в карты на раздевание? Тройка. Бью. Еще. Бью. Ну все. Ты проиграл. Ну чем ты будешь бить? Карта Тинькофф Блэк. Карта Тинькофф Блэк в космическом дизайне от Lazy Square с кэшбэком. До 20% при покупке билетов в кино, на концерты и театры через приложение Тинькофф. До 15% кэшбэка на 3 выбранные категории трат. 1% с любых покупок по карте. Кэшбэк приходит настоящими рублями, которые можно снять в банкомате. Более того, в ноябре Тинькофф исполняется 15 лет. В честь этого при заказе карты с 22 по 30 ноября вы получаете 15% годовых на остаток до конца года. А далее до 7% годовых. Ссылка и подробности в описании. Это что, сейчас была реклама? Ну конечно же нет. Тинькофф Блэк. Так, подожди. Откуда на тебе одежда? Кэшбэк. Тинькофф Блэк. Но это правда не реклама. Тинькофф Блэк. Тинькофф Блэк. Всем привет! Меня зовут Илюха Брусики. Сегодня я вас научу читать фотография. Если вы спросите, как это писать на английском, пожалуйста, фотография. А это камера айфона. А это памятник коню Тимура. С каким-то мужиком на спине. А это памятник яйцам коня Тимура. Здравствуйте, можно? Илюх, ты рисковый парень. Почему? А вдруг упадет? Мы пришли в офис к ребятам, которые делали продакшн для клипа татарки АУ. И вот это почти все награды, эти молотки. Вот татарка продакшн крафт, болото. Вот их топорики. По-моему, только два они, татарки, остальные татарки. А правильно, Узбекистан или Узбекистон? По-узбекски, Узбекистон. Узбекистон. Мы будем говорить по-узбекистански. По-узбекски. Узбекистон. Узбекистон. Я так спать хочу. Я тоже. Я тоже хочу спать. Но нельзя. Да. Надо еще тогда сходить в бар. Бар. Это тетка. Кореянка Анастасия продемонстрирует нам, как правильно употреблять корейскую пищу. Листочек, чай и паста. Рис. Гуечки и паста. Корейская шаряка. Да. Голубец. Далнушечка. Ну что, как? Пушка, да? По-любому. Ну что, повторишь? Нет. А что? Я не кореянка. Ребята, а мы точно в бар пришли? Стекловато? Блядь, что это? Вот тебе морковочка. Казан. Это что, такой узбекский бар? Что такое узбекский бар? Мы сейчас должны его возвести. А потом посидеть, отдохнуть. То есть, впервые нужно построить бар? Конечно. Это Алишер Нетагирович. Почему он Алишер Нетагирович? Потому что он Алишер. Нетагирович. И он Нетагирович. Есть Алишер Тагирович, а он Алишер Нетагирович. Исчерпывающее объяснение прямо. Он Маратович. Фонарики, пожалуйста, друзья, подсветите нам. А, мама! Алина, пожалуйста, аккуратно, потому что лестница не прикреплена. Ага, вот, вот, ты понимаешь? А погоди, а туалет сверху или снизу? Снизу, снизу. Ой, господи, простите меня за мои маты. Я, конечно, культурная девочка, но... Блин, мы реально сейчас будем строить бар? Я не понимаю, это с нами купейка? Я ждал вас! Здрасте. А мы прям-прям в баре-баре будем пить, как-то, прям за барной стойкой? Нам придется сначала приготовить себе коктейли, а потом выпить. А-а-а. Вот это прикол. Короче, прошли мы через все стройки мира, но это стоит того. Мы в настоящем узбекском баре. В подпольном узбекском баре. Это что такое? Я тут, получается, платить баре. Это для вас. О-о-о-о-о, это что, это что, тебе? Офигеть. А тут еще шашлык. Это узбекский шашлык. Они его делают почему-то из оливок. А я напоминаю, что мы находимся в подпольном баре. В прямом смысле этого слова. Мы в подпольном баре. И мы дали клички почти всем присутствующим. Вот, допустим, вот этот вот человек. Это Энди Уорхо. Рядом с ним гнездо. Это п***. И мы просим Алину, чтобы Алина пошла и познакомилась с п***. Да. Алина, вот эти 100 тысяч я ставлю на то, что ты приведешь к нам п***. Ребята, кто-нибудь поддержит ставочку? 20-ку? Ты 20 баксов ставишь? Если ты не приведешь к нам п***, это не твои деньги. Но ты можешь их забрать. Ты можешь их забрать, если ты приведешь к нам п***. Но ты должна с них расстоять сначала. Мы должны... Пакекать. Пакекать. Мы должны просто повесить на себя, как мрази. Да, обязательно. Алина разминается. Алина разминается. Алина, еб твою мать. Алина, иди, блядь. Ты чё? Алина, иди. Алина, мы сейчас начнем кричать А-ли-на. А-ли-на! 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 Да заебали. Знаете, что у него есть? Что? Он в Швейцарию заказывал нашу Дроксу. Серьезно? А откуда ты русский знаешь? Я в Украине родился. И 10 лет назад переехал в Швейцарию. А что вы здесь делаете? Ну, короче, это все архитекторы. Ну, они в университете. И они вот приехали в Узбекистан, чтобы смотреть архитектуру. Вот, сегодня мы в Ташкенте, завтра пойдем в другие города. И вот мы смотрели Балахали, вот эти ищие поселения. Вчера мы смотрели советские постойки, такие панельки. Вот, сегодня мы смотрели всякие модельские штуки, вот такие монументы. Давайте выпьем за это. Давайте выпьем за это. Очень интересно. Да, советский модернер. Как неудобно. Черт, мы ему такое прозвище дали. Мы ублюдки, да. Но мы приятные ублюдки. Мы панки. Это мы. Итак, это пранк. Это пранк над Секуном. Человек, который стоит в маске. Ну что? Ну, нихуя было не слышно, что ты кашляешь. Так что, ты пойдешь пранковать с Секунишкой? Да я пранканул. Блядь, он исчез, он сбежал. Его больше нет. Вот, пранк удался, потому что он ушел. Вы видите, очень израненого оленя. Здесь у него зеленочка, потому что он поцарапался. Если вы посмотрите здесь, его обгладали тигры. Это олицетворение оленевого превосходства. А, лень! А, лень! А, лень! А, лень! А, лень! Маха, маха, маха. Чего? 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 Маха, маха, маха. Мэлэ, мэлэ, мэлэ. Илюх, а ты вакцинировался? Конечно, я вакцинировался. Водкой вакцина. Если вы спросите меня, чем я вакцинировался, то я вакцинировался спутником В. А я не вакцинировалась, потому что у меня есть антивирус. Мы проснулись, Илюх получил визу, и мы едем на шашлыки. Я считаю, сегодня мы должны просто вакцинироваться в говно. Хлопок. Илюх, я придумала вам развлеку. Какую? Пойдем хлопок собирать. Ты чё? Я не думал, что это так везло. Я ж тебе говорила. Мы правильно писать Диэл Грис, а не Ди Грис. Ди Эл Грис. Ты о чём мужчина? Эльдар Джарахов. Вы чё? Нужно знать. Это мой первый страус в жизни. Ты такой странный, блядь. Нам-нам-нам. Каково это? Блядь! Ты понимаешь, что вот эта решётка ни хера не спасла меня сейчас от того, что... Блядь, они такие странные. Посмотри на их ноги. Реально, я увидел страуса впервые в жизни в Узбекистане. Под Ташкентом. Что нахер со мной происходит? Всё как-то неправильно. Посмотри, он сейчас будет срать. Давай, 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 снимай. Давай, Туся. Он стесняется при тебе, он пойдёт куда-нибудь спрячься. Ну чё, Илюха, тебя не обоссал страус. Павлин не показал тебе хвост. Какие новые приключения ты ожидаешь сегодня? Я хочу попесить и посмотреть карасей. Это лещ. Это карась. А, нет, это карась, это карась, карась, да. Это карась. Хорошо, это карась. Рыба кверху, пузово, она чё, умерла? Ну это, кстати, не карась явно. Я тебе скажу сразу. Вообще, мне кажется, что это похоже даже на карпа, если честно. Это карп. Это некрасиво. Это карп? Это карп. В нашей компании все спорят о том, что карп или лосось. Что лучше? Я, как и вы все, ребят, я-то, блядь, я-то понимаю, что как бы, ну лосось, ну какой нахуй карп? Объясните Соне. Да, да. Пишите в комментариях, что карп просто сосёт писям. А что тут написано? Ну это типа пожертвования собирает на... То есть то, что это карп, не написано нигде, да? Это шурпа, это суп. Шур что? Шурпа. Шуруп, короче, ребят. Правильно говорить. Ну что, Илюх, как тебе шуруп? Разъёбка. Это, наверное, очень жирно и очень вкусно. Можно покататься? Ну, залезть по крайней мере можно. А он с автодоводом? Блин. Отсосил тракториста. Соня, ты госпожа? Да, конечно. Хочу, сфоткаю. Давай. Ильич, это видео? А. Здравствуйте, меня зовут декан лучик. И это институт солнца. Солнца. Как говорится, я являюсь деканом на факультете высокого солнцестояния. И мы здесь изучать, как лучик солнца проникает в твой анал. В институте солнца есть полигон. И он очень инновационный. Его так и назвали. Инновацион полигон. Здесь наш институт солнца снимают кино. Какое кино вы снимаете? Что-то в стиле Андреа Сау. Итак, мы на крыше. Наш институт солнца. Итак, я как декан лучик хочу вам показать солнце. Вот оно. Его мы изучаем и смотрим его каждый день. Блядь, не выходите, сука, не выходите. Те, кто не был в Узбекистане, обязательно побывайте здесь. Вы охуеете того, насколько передовая страна. Не то, что передовая, но не страна восьмого мира. Здесь есть и шаги, но здесь это скорее исключение из правил. Здесь безумно. Ребята, обещайте, побывайте здесь. Мы едем на лифте. С женщиной и я их лапой. Как вам экскурсия, девочки? Хорошая. Очень интересная, да. Очень соблазнительная. Пипись. Чья? В институт солнца можно заходить, если у тебя нет глаз. Если у тебя есть джойстик для DND, в флаконе для мытья, для рук. И пиписьки, которые наполовину красные. Так же нельзя кидать квадраты. Нельзя перечеркивать сигареты. Ну вот это перебор, блядь. Бухать. Ну что им сделал бухать? Вы приехали в обжорные ряды. Это место в Ташкенте, где можно отведать местные еды. Здесь очень колоритно, пахнет замечательно и хочется есть. Как же хочется есть. Ребята, еще что-то самое вкусное? Мне нравится хасы, но это такая, это листья в крови и в кишке. Нет. Рис в крови и в кишке я не хочу. Да, идем, идем, идем. Это известное блюдо, бутылки, вот, вот этой херней. Вкуснятенько. Это кишки коня? Не знаю, похоже на член коня. Это танец еды. Сейчас будем есть. Еда, еда. Иди ко мне сюда. В общем, мы заказали все меню. Шашлычок, макарошки с ханиной. Это шурпа. Ханум. Вот это прям очень вкусно. Это да, такая прям томатная паста вегетарианская. О, пока мы живем в 2021, Ташкент живет уже в 2121 году. Это технология будущего. Чтобы не мыть, надел пакет и все. Смотри, вот это от сглаза. Мне кажется, тебе надо... Правильно говорить, от глаза. Короче, берешь оберег или не берешь оберег? Не беру. Кончадый. Принцесса. Кончалыга. Арабская ноль. Нет, это Гюльчатай, открой личик. Хансом бой. Да. Очень круто. Она мужская же. Если в таком ты выйдешь на улицу Самары, допустим. Здорово, ребят. Че, как? Нормально? Все, че, в клуб пойдем сегодня? И все такие, ну, не знаю, ты в дом посиди, ну, кажется, ты превалировал. Че, у нас есть DVD проигрыватель, Люк? Есть? Я думаю, нет. Но у нас есть проигрыватель винила. У вас на виниле что-нибудь есть? А? На виниле. Вот здесь что? Нет, типа такие же зухра-та. Люк, я нашла твой рай. Давай. У-ля-ля, ребята. Вот это очень вкусная тема. Называется Сузьма. Это просто, это... Для того, чтобы ходить по рынку в Ташкенте, вам надо научиться одному слову. Не. 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 Корный чай. Не. Братан, ты еще ничего не подал? Не, спасибо. Не. Не, не. Не. Не, не, спасибо. Пожалуйста. Видите? Не за что. Вот здесь лепят лепешки, а там продают. Полный цикл получается. Мне что-то запах не очень нравится. Вообще просто не могу. Очень странный запах. Они делают лепешки с этим, с мясом. И туда жир, короче говоря, прям вкапывается в тесто. Поэтому так и я. Говорят, вот этот вот сахар, это их сладость, полезнее, чем обычный сахар. Это как обычный сахар, друзья. Потому что это обычный сахар. Вот это сахар и сладости, а это на свадьбу готовят. Да? Лебеди, вот. Это карамель. Карамель с кунжутом. Ты что, ее просто есть надо? Да. Вот она вот такая же, только короче, вот. Вообще я поняла, все, что это, вы из десертов в Узбекистане, это просто сахар в разных видах. Классика. Классика, сразу видно. А мы думаем пока еще, решаем. Там устро есть вот такие. Это на чеснее. Али, пятиор или кучи? Не знаю, все, класс, пятиор. Охереть. Ну, это прям стильно. Это очень круто. Настоящие? Настоящие. Оби-белла, все, берем вот эти. Я стал обладателем Абибеллы. И я тебе купила с Абибеллы. Аби Аби Белла Да, всё! Режите этот звук и делайте р Может ты тот sight получит от меня в приз эти абибеллы подписаны мной они здесь строить самую большую мечеть центральной азии гигантская вообще в ташкенте безумно когда ты едешь узбекистан у тебя предвзятое отношение и ощущение что ты приедешь и увидишь людей на и шаках это старые старинные дома но нет ташкент это современный город не хуже москвы не хуже питера мы приехали в парк аттракционов который называется наврос боги но правильно говорить неврос боги илюх на аттракционах ваш кататься нет почему я сцепло ну блин пожалуйста ради ради подписчиков ради контента алина ты будешь кататься я могу покататься вся отлично а какие работают спасибо спасибо большое так ну чё теперь на картинг да все ребят считать хио побывали большой замок для джараха всего сюда поставить здоровым это мы просто это кукуруза блин это так удобно когда она не пока мы все же матчатки просто пушка хотя же прям супер удобно просто задать вопрос для того чтобы задать вопрос мы женщины мы это так и живем у меня самая модная кепка но она не моя я же говорю поэтому спрошу как это работает работает садишься туда и на твоей жопные тяги это все происходит потому что это не стрёмная хуйня так соня а за сколько времени то я смотрю это вылечал уже тут и много у насти поменьше так а сколько у нас тут соня что и на руку и можно здесь уже снимать ну что ребят и последней рыбе ловим и пересчет эту победу я посвящаю своему сыну добрыне ильич мне было сложно это были годы тренировок спасибо были со мной спасибо что болели за меня они меня уговаривали пойти на этот аттракцион говорят он с рад и не страшны пойдем ильюха как обычно зассал они кричат как сучки 6 какая это реально какая-то пиздула я очень рад что я не пошел страшно если вы думаете что мы все время едим в узбекистане это правильно это правда мы все время едим ну как тебе зеленая лапша вкусно вкусно так ладно все ребята я перестаю снимать я хочу это все попробовать так немножко расскажу вам значит здесь у нас вареники с тыквой манты и пельмешки посмотрите обратить внимание на размер пельмешек вот ну по вилке кстати понятно если на один зубчик налезла пельмешка вот представляете вот супер маленькие пельмешки очень вкусно ребята из кашкенту решили нам подарить глюкофон это тональный лепестковый барабан как круто офигеть узбекистан живет в 2121 самая-самая простая музыкальная штука которую мне кажется только придумали у него очень низкий порог входа берешь палочки начинаешь играть сразу получать мелодию дай мне тоже попробовать ребята обязательно переходите по ссылкам которые оставлены под этим видео и смотрите и заказывайте такие глюкофоны сергей 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 спасибо вам большое это очень подарок я не знаю как он очень тяжелый смотри они вязаные они вязаные какая прелесть а вот логотип ребят вот реально крутой инструмент мы уезжаем из пустыли руками нас как минимум есть две консервных банки плова 3 и глюкофон валим а почему она за глюкофоном есть инструмент силофон это с клавишем данная штука здесь они просто посмотрели о типа прикольно глющный звук такой давай назовем глюкофон наверное это было так я не стоит сколько до 20 долларов до 300 долларов рублях сколько это 200 или 20 22 тысячи так вот мы разработали специальный коктейль сумолятор давайте покажите покажите с камешком сумолятор на самом деле оба этих коктейля мы разработали специально для макомбара потому что по их этих коктейлях есть отсылка к каким-то национальным мотивам а чуть-чуть значит это самый знаменитый салат вообще в узбекистане которые едят практически каждый день с кловом всегда а сумоляк это такое блюдо которое готовится к празднику весеннего равноденствия называется он у нас наброс варится очень долго такая каша из проросшей пшеницы и люди его мешают в этом есть целая традиция такое таинство его очень долго мешает нужно постоянно мешать и на дне этого казана в котором варится это пшеница проросшей обычно такие огромные помешивают и на дне лежат камешки чтобы не пригорало вот это варивание и говорят что и счастливчикам которые мешают если им попадется камень то им будет потом удача счастье там радость и так далее так вот нашим сумоляки камень вот попадается всем у меня удача да и нужно обязательно его съесть камень смысле я ж буду срать тогда камень слушайте а он съедобный камень серьезно у меня забрали камень это съедобный камень я съел камень камни в узбекистане вкусные приезжайте в ташкент в бар маком и ешьте камни пар маком илюха чё ты смотришь мы были в ресторане сазанчик нам сказали давайте мы вам подарим фотографии смысле уже не отличная фотография смысле этого слова это прям настоящая распечатанная глянцевая как нам пришли что-то надо надо закруглиться хорошо my ну Субтитры сделал DimaTorzok